всем добрый день вы находитесь на канале онлайн оранжереи с вами я ее ведущий иван тема сегодняшнего ролика как поживают прошлые проекты да что с ними как они и так далее в шорте я показывал видео которое достаточно много набрала просмотров по поводу вот этой орхидеи это орхидей брюгес либо же брюги да это город такой из него назвали сорт смотрите как уже развелась детка вот корни еще она не своей не выпустила но я думаю за этот год точно она вырастет и я буду отсаживать уже непосредственно я срезал голову ей и выкинул поскольку до шея начала как-то себя не не хорошо чувствовать но я видел огромное количество такой зеленых хороших пышных корней естественно я решил их оставить макушку я замазал концентрированным максимом при этом не забывайте пожалуйста ближайшие корни у вас отомрут который находится рядом с этой шеи почему концентрированный максим здесь действует как пестицид то есть он просто убивает ваши ваши растения грубо говоря вместе с такими опасными заболеваниями такими как фузариоз и так далее вот эти вот корни из-за этой концентрации отмирают вот далее что я получил за две недели где и поставил она стояла под досветкой все хорошо за две недели я получаю вот такую маленькую деточку я ставлю сюда ссылочку на это видео шорт и вы посмотрите да за две недели какая выросла там детка вот сейчас она у меня ведь как под загорела под таким количеством светом загорелась стала такая темненькая и на 1 наращивать себе дальше листовую массу вот корни у нет таком же хорошем состоянии так и остаются внутренние на которых максим не попадал полив осуществляется просто я говорю вы будете на меня ругаться я всем говорю что так лучше не делать но из-за того что у меня огромное количество растений я наполняю сразу семилитровую большую такую помпу и из нее провожу полив прям непосредственно по горшку попадает внутрь розетки попадает в непосредственно в пазухи листа я понимаю да что это плохо это может вызвать различные грибные заболевания но я включаю вентилятор и за 30 минут у меня все просыхает и очень быстро быстро все просыхает и становится обратно сухим а зато в горшках остается вода но с тем просто количеством реанимашек которые у меня стоят я просто не могу каждый уделить во времени вот поэтому я вот таким сплошным способом дает непосредственно за ними и ухожу сплошным поливом что касается ухода за ней как какой был по листу я поливал вместе с раствором hb101 hb101 для комнатных растений я повторюсь я считаю это наоборот только хорошо для уличных там уже есть свои проблемы в использовании hb101 если у вас его нет возьмите и пин и пин одна капля на литр воды то что нужно и то же самое по листу поливаем с цирконом его путать не надо и пин с цирконом смешивать тоже не надо циркон направлен на больший рост корней и пин это антистресс чтобы растение быстрее прижилось на своем месте и так далее если вы смешиваете это два препарата это все равно что я не знаю человека заставить лежать и бежать одновременно вот тут тоже самое мы растению заставляем наращивать корни наращивать листовую массу и в то же время до снимаем типа стресс такое нельзя растение просто запутается что ему делать ему корни расти или зеленую массу набирать да наверху и так далее поэтому это будет стресс поэтому два этих препарата лучше не смешивать вот не хочу более подробно на этом останавливаться в принципе вот да мы видим и состояние все с них хорошо и пускай так она дальше будет ждем продолжение роста этой детки следующая орхидея у нас на очереди это орхидея который я недавно показывал ее пересадку так называемая орхидея мальвина которую мы сажали с вами закрытую систему давайте же посмотрим что с ней сейчас происходит видите да у нее на тот момент был вот этот маленький листик который нарастал и было пару раскукленных корней давайте посмотрим вот аккуратно и к ней в середину вот сюда посмотрите видите у нее дальше продолжается образование новых корней вот они везде тут лезут вот и давайте же теперь посмотрим стакан сам внутрь что же здесь у нас происходит видите всегда у меня на дне сантиметр два водички вот здесь был полив поэтому вот сейчас достаточно много воды чтобы вода касалась верхнего слоя мха а мог уже там распределяет воду по всему горшку так как ему нужно при просмотре на да на корни посмотрите сейчас я листик вот так вот уберу эту тряпочку посмотрите что у нас здесь происходит видите да корни раскукливаются и начинает врастать в субстрат вот здесь вот 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 так вот я надеюсь вам видно вот там вот корешок он разрастается вот здесь вот корешок разрастается а вы помните да что у этой орхидеи было буквально два корешка и все и больше ничего вот сейчас как раз она начинает их активно наращивать видите корешки не сгнивают ничего с ними происходит они зелененькие хорошие жесткие подальше посмотрим по всему стакану естественно корней там толком не было но были вот эти новые пипки которые в активном росте находились поэтому я решил ее пересадить если ее приподнять чуть-чуть и посмотреть вот сюда давайте с вами посмотрим вот смотрите видите у нее корень раскуклился хорош вот у нее корешок раскуклился поэтому пускай она вот так лежит и дальше зарастает внутрь все даже трогать ее не хочу вот здесь вот у нее корень вот это верху который сухой по ходу был или он раскуклился давайте проверим с вами нет он еще не раскуклился видите да что-то он как-то ничего страшного ничего страшного обратно выбираем вот так вот я издеваюсь над орхидеи исключительно для того чтобы вам показать естественно обычной жизни я бы так не делал но просто показать вам что это правда работает что так вот можно спасать орхидеи почему бы и нет до показать тем более ничего не ломаю ничего такого не делал и звезда сегодняшнего ролика это та орхидеи который я не показывал вам еще не разу потому что я боялся я думал и гадал стоит ли вообще потому что вдруг она все-таки не восстановится потому что покажу а она не восстановилась и все и было бы плохо подумали что да многие зрители бы усомнились том что могу ли я что-то сделать с точки зрения орхидеи как бы я и как и хорошо ли я и знаю и так далее ну что ходить вокруг да около давайте я вам ее быстрее покажу это всеми известный сорт всеми известные орхидеи орхидея абба орхидея сорта gmp на орхидея абба покупалась она непосредственно не в одном экземпляре все остальные проданы осталась одна которая была в отвратительном состоянии у нее не было толком корневой системы у нее была странная шея и у нее было всего лишь два вот этих вот листа все больше ничего на ней такого не было вот здесь вот покажу вот два листа у нее было и все вот таких вот так подальше вот так вот два листа и все и цветонос на котором было бы был порядка там ну пяти цветков естественно как только она приехала домой на их сбросила и я понял что что-то с ней не так давайте же смотреть шею и я посмотрел на ее шею и понял что и у нас есть большие большие проблемы потому что шея была чернющая под непосредственно чешуйкой которая там была быстро все обработал концентрированным максимом но ниже видите дать ниже обработал концентрированным максимом и посадил в обычную посадку который состоит состоит из коры и керамзита ничего кроме него тут нет полив был такой же как и для всех реанимашек одна капля hb 101 на литр воды и единственное что ее я в привикуре никогда не замачивал потому что корневая система у нее не гнилая была она была наоборот сухая там не было сухой гнили там ничего не было она была очень сухая и были проблемы с шеей вот поэтому я и начал заниматься и и шеи в первую очередь ну теперь посмотрим что же там у нас происходит стакане наконец-то я этому безумно рад смотрите вот корень начал нарастать вот там вот корень проснулся смотрим дальше вот здесь вот старый корень видел они даже не сгнили хотя они были пересушены но аккуратный полив сделал свое дело ведь и самый нижний корешочек вот здесь вот он погиб к сожалению но внутри внутри вон корни они здоровы они зеленые напитанные и теперь конечно же вот здесь вот феерия вот это который здесь происходит посмотрите на этот результат даже высохший вот такой весь корень который сломанный был посмотрите что он тут творит просто посмотрите видите он весь раскуклился вон уже в грунт ушел даже здесь вот посмотреть как он раскуклился естественно нашей нашей ну я очень не хочу конечно ничего говорить по поводу этого но вы сами видите результат насколько насколько шея великолепно себя видеть в себя чувствует и единственный момент я вам хочу сказать посмотрите пожалуйста там где был максим все выжжено все сухое и корни ближайшие вот здесь вот видите они начали погибать это нормально самое главное чтоб корни были живые внутри грунта и непосредственно над шеей начнется рост новых корней это самое главное все то что вам нужно запомнить по поводу этого максима а потому что максимом до концентрированным мажут там все что не попадя и оставшиеся два корня которые единственные живые их тоже намажут концентрирован максимум и что будет будет обратный эффект орхидея просто погибнет что не останется ни одного живого корня поэтому пожалуйста с максимом концентрированным будьте аккуратней если вы боитесь все-таки до и работать максимом то возьмите тот сам привикур энергия и замочите в привикуре энергия если у вас сильное гниение шеи внутреннее то бесконцентрированного максима тут к сожалению не обойтись надо и нужно купировать как можно быстрее вот этот вот огни и гнилостный процесс который у вас идет фазариоз это будет или еще что-то нужно как можно быстрее сжечь там все эти ткани и сжечь вместе с ними все неприятные патогенные надо грибы и микрофлору чтобы этого не произошло чтобы орхидея не погибла чтобы гниль не пошла глубже либо же вверх либо же вниз без разницы чтобы просто остановить эти гнилостные процессы вот здесь мы их купировали очень 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 быстро и очень грамотно видите да что орхидея себя чувствует шикарно даже внутренние корни никаким образом не пострадали те которые были которые присоединяются вот здесь да ну мы видим что вот куда попало те как конечно не очень себя хорошо чувствует вот он ведь это тоже не очень хороший корешок на который максим попал поэтому пожалуйста будьте внимательны не наносите концентрированный максим на тот корень который остался последний живой если уж вы хотите и корни обработать то возьмите раствор максима и обработайте но ни в коем случае не концентрированном виде если вы вообще им не умеете пользоваться то посмотрите сначала видео каких-нибудь нормальных блогеров либо же почитайте что-нибудь в интернете но тоже еще раз говорю адекватные видеоролики вот и в третью очередь почитайте пожалуйста что такое вообще орхидея до их тип жизни их тип существования что такое эпифит и так далее как корни у них получают питательные вещества потому что тоже мне очень удивила информация что оказывается орхидеи удобрения ты не нужны да но только за счет чего у нее тогда происходит вообще выстраивание пластин цветения почек и так далее вообще у нас все растения нет такого ни одного растения который не потребляет азот фосфор и калий это основные элементы которые растения все потребляют вот вот в таком вот состоянии находится моя орхидея оба видите да я очень рад что она все таки почувствовала что за нее борются и хотят чтобы она выжила и дальше нам росла видите да нарастила мне раз лист и уже там внутри еще один листик растет вот такой вот красивый вот дальше ставим нам на продолжительную реанимацию и смотрим что будет когда она нарастит корни когда она зацветет естественно я вам ее еще раз покажу но вот такая вот у нас сегодня подборочка просто тех орхидей которые либо вы спрашивали либо мне самому захотелось показать какой-то хороший результат вот в принципе я и плохой результат будут показывать это не цель главное до моих видеороликов в следующем ролике наверное я сделал видео про мои неудачи которые случаются у каждого архомана если у архомана орхидея не умирала значит у архомана мало орхидеи просто честно признаться что это нормально некоторые орхидеи попадают уже в таком состоянии который к сожалению мы не можем спасти и ничего с этим сделать уже не получается и даже если ты приложишь все максимальные усилия если орхидея уже была настроена на то то что она уже уходит в мир иной поверьте мне в ее вытащить достаточно тяжело если только не получать с нее диетку если ее прям вот не каждый день за ней не следить чуть ли не по капельке водички и давать чтобы не подгнили корни чисто случайно и все вот в этом роде поэтому спасибо большое вам за просмотр я рад что вам нравятся мои видео я чувствую эту отдачу желаю вам здоровья и здоровых растений всем большое спасибо за просмотр подписывайтесь на канал для меня это очень важно и оставайтесь с нами у нас впереди еще очень много чего интересного а так всем пока пока